Привет всем ребят, врываюсь понемножечку, шоу матч у нас, как вы знаете, сейчас будет. Россия и Китай, точнее Россия плюс Блай против Китая, выясняю канал я. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, задержка 90 секунд, сейчас все будет показывать, нужна задержка просто была. Так, а что за сервер кто у меня здесь? Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что-то какой-то фейл тут намечается или что происходит? Еще никого нету на Китае, что-то не понимаю. Ну, ждем, ждем. Продолжение следует... Нет, матчи всего три будут. Короче, ждем. Сейчас я, ребят, отвлекусь, потому что что-то никого нету. Пока нужно выяснить, что происходит. Привет, а вас? Всем привет. Окей, привет. Видишь, тоже тут сидишь. Твич, да, запилил. Но твич будет только на этот матч. Если я буду стримить тинг... А буду ли я стримить тинг, я пока не знаю, то... Ну, там я уберу, короче говоря. Привет, Клавдиус, там я уберу. Твич, если буду, что делать. Все ждем. Выясняю инфу пока, ребят. Сейчас, секундочку. Продолжение следует... 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 Прево против Циана... Блай против Кофе МС... Вердос против Асуну... Спелсингер против Алохи... Продолжение следует... 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 Хороший коэффициент на нашу команду... Очень даже... То есть наша сборная фавориты прямо... Продолжение следует... 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 Так. Так. Пользователь Бабджки активировал премиум на ваш канал. Так. Короче, они придут только через полтора часа. Сейчас окажется, что Блайо... Что Блайо нужно куда-нибудь идти, и ещё что-нибудь окажется. Короче, хрень полная. Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, заварите пока чайку, чтобы не переживать, не нервничать. Я шоколадочку кушаю. Вот Арчер решает вопрос китайцам, там кто-то звонит уже. Вот, наверное, другие китайцы звонят, китайцы в город должны стримить. Короче говоря, мы ждем, мы ждем. Я не знаю, когда там что начнется, если честно, углая тоже три часа всего как бы на этот матч, и это очень важно. Пока. Продолжение следует... 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 Чуть-чуть подождём. Одну каточку? Ну давайте, что я не знаю. Сыграю на Америке одну каточку. И что мне черканут, наверное. Это что, бронза что-ли? Вы что, угорели совсем? Почему американский? Потому что не азиатский. На азиатском было адово всё не очень хорошо. В прошлый раз. Инк 66 на Америке. И что-то прям как халява. Вообще почти нет пинга. Ну хотя они немножко чувствуются в русском. С пилоном завтыкал. Что я вообще сотворил? Пока на пинг смотрел, что-то всё провтыкало вообще. Продолжение следует... ревоскалстер типичный феникса строителя просто если это как блинкер наказывать они 155 столпим каким каким и должен быть а и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Да, ну тут слабенькие, конечно, идут и пока. Ну это так, по приколу время убить. Народа всё больше и больше, может, пришли они, уже, я не знаю. Здорово, Миш. Ой-ой-ой, прошу прощения, все готовы и действительно. Начинаем, наконец-таки. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, ещё чуть-чуть шоколадочки скушал. Всё, ждём начало, конечно, сейчас начнут. Продолжение следует. 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 Так, опять ты полуокупивший тут Вбросы с лаймом прохладные Делаешь Как ты такая ханя в голову То только приходит Вбросы с лаймом Вбросы с лаймом Так Так Вбросы с лаймом На хебейсе, слушай, не знаю Думаю, что можно, почему нельзя У всех свои У всех всякие ограничения а на самом деле у каждого свои у нас есть и вот вот Так, что значит безврисовыв? Клавдиус, не надо никого манить. Вот. Давайте без всяких там Поехали. Призовые 60 долларов за 1B3. Вот. Если ограничили там до 1 доллара, значит, наверное, много выигрывал. Я не знаю, по какой причине там это все делают, если честно. Вот. Ну, так мне описали, что некоторым так делали. Ну что, плай против кофе МС. Меня лично 120, ну, 130-160 пинг здесь. Так что... Так что... Нужно стараться. Потому что 60 баксов за... Бо-3 это на самом деле хороший шоу-матч, хороший приз, я считаю. Блин, на том же GoFoSK за 100 евро надо выиграть всех. Здесь 60 просто за одно Бо-3. Плюс Блай еще с Ривой будет играть. Архон Мод Мальч. И там тоже 60. То есть они по 90 сегодня могут выиграть. По-моему, очень даже неплохо. Ну, посмотрим, как это играют. Кофе ставит... Нексус. Фу, Нексус ТЦ-шку сейчас на второй базе. Через реперосечка опенинг. Крипер, Марик, Пакта. Стандартный билл, достаточно-таки после Марика, естественно. Реактор, Углая. Две королевы, шесть лингов, мув. Почему Сплсингер, а не Стрэндж? Я уже говорил, почему. Я не знаю точно почему, но... Арчер понял так, что Стрэндж отказался из-за того, что... Револьвер есть в команде играть. Но мне Стрэндж ничего не сказал по этому поводу. Не знаю. Истинные причины. Поэтому не знаю. Лейер Углая запилен сейчас. Так, хорошо тут кофе контролирует. Блин, кофе смотрим. Тут что-то... ПМ хороший, все четко делает. Старпорт пошел. Здесь лейер, еще один газ. Выезжаю от Гелёна. Биленчики Углая ничего особо тут не сделали. Углая спайр пошел. А здесь обратите внимание, что происходит. А знаете, что я вам скажу? Давайте взглянем на количество юнитов. Вот Рипер уже погиб где-то. Гелёны уезжают от Лингов. Один не уехал. И что я вам хочу сказать? Три Марика и Хелл Бат Куш с тремя Маликами. Так это билд хэппи. Это чистой воды билд хэппи с копировым. Смотрите-ка. И Либератор пошел. Естественно, потому что китайцы проводят турниры с большими призовыми. У тебя в стране влияет на их стил. Приходит Хелл Бат Куш. Но Блай его уже ослабил, убив Рипера уже давно. Убив одного Гелёна Лингами, в итоге Хелл Бат Куш не приносит тех результатов, которые мог бы принести он. Но три дрона, все, китаец убивает. Четыре дрона китаец убивает. Но Лингезер убивает Геллёнчика. Последнего еще. В принципе, в принципе, по потерям потерял даже больше сейчас. Восемь муталисков. У Блай заказ. Здесь Либератор один есть, реактор. Сейчас еще два выйдет. Говорили уже, что Снута выиграл. Два-один кофе, это хорошо. Ну, Блай не Снут, Блай против Блая такого агрессивного стиля нужен как бы нестабильно. То есть, Снут, он не то что халявец, он и халявить может, и вообще он предпочитает играть стабильно всегда. То есть, выходить в максимальный там макро, лейт, как бы, да, там, именно на опыте переигрывать, как в каком-то вот этого выхода такой лейт. У Блая же совершенно другой стиль, и под Блая тяжелее игрокам подстроиться. Почему? Все элементарно, потому что, чтобы вот такие темы гонтрить, нужно знать, что делает оппонент. Либо сверхнадежно играть, а Блай прилетает, и Блай уже разрывает здесь все к чертям. Хотя, выходят еще два Либератора, и у мут каких-то проблемы. Но Либератора Блай тоже убивает. ГГ пишет, кофе. То ли пинг у него, то ли хз, что там происходит, не знаю. Ждем вторую игру. Гонка. 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 Продолжение следует... 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 Вторая игра начинается Гэйль пишет кофе МС Блай ведет 1-0 Начали с Блайчика Сегодня Блай он фаер Блай он фаер у нас На американском сервере Смотрите Прикольно У китайца ничего нет Гипербалует Патя Гипербалует Мать его Патя Проще уж тогда Говнецом бахнуться Наверное Ну ладно Шучу Привет Привет Джах Вот Я не знаю У меня тоже Тут проблема в браузерах Смене Там В флешплеере Сейчас Вот этот бета профиль Который Goodgame Slash user Slash beta Goodgame.ru Slash user Slash beta Туда заходишь Там галочки можно Убирать На html5 Там на HTTPS Что-то там еще Некоторым тоже помогает Все это туда-сюда снимать У Блая роуч урон Стандартный Блая В общем-то Агрессивный билл Сейчас Идет Через роучи Пока что-то два А, личинок нету А как Баль так делает Что личинок у него нет Я еще не понимаю Прилетает рипер И тиран Все видит Прекрасно понимает Что это роучи Ну Блая обычно Три-четыре роучи Строй Делает их В реведжеров И потом Свич делает С этого всего Или даже В последнее время Без реведжеров Все это делает Все дальше Да, дроны пошли Макро пошло Здесь СЦ-шка строится Она успеет Здесь же достроится Здесь два бункера Факта поздняя очень Тиран понимает Что без двух Без двух бункеров Тяжеловато будет Добиваться Так, СЦ-шка заморфила Еще тут Так, КСМ-ка строится КСМ-ка уходит СЦ-шка уходит Гранаты кинута Рипера так потеряешь Дурачок Ё-моё Рипера отдал Наверное задержку Не рассчитал Не знаю В чем тут Был прикол Отдает Рипера В итоге Кофе Заходит Блай Теряет Руча Очень грамотно Сейчас Одного Тоже Чуть-то бегает Вокруг бункеров Хочет Пострелять Куда-то И куда тут Блай хочет Пострелять Марик Еще Одного Подрезал Разводит Китайцев На Переход Туда-сюда Ревозер Пошел Так Выходит Кофе Реводжера Наказать Хочет Не так Просто Это Сделать Блай Смотри Прям Контролера Автобуса Врубил Марики Попутали И домой Им больше Не вернуться Пишите Письма Братцы Но Зерги Их Не будут Посылать Вам Домой Ладно Сюда Я Какую-то Ахине Уже Несу Пробуется Танк Блай Уходит Одним Роучем Одним Реводжером Потери В итоге 518 На 300 Блай Роуча Реводжера Потерял Сейчас Еще Овера Потеряю Да Овера Потерял 10 Семали Мариков Риппер В чем До 7 Мариков Все было Нормально Так Эфешечка Одна Чуть Чуть Посмотрим АПМ Вот 啦 С' る С' П né Las ete н ан Летает что-то медивак взад-вперёд. Спайер строит с угла, 3-я хат, 46-32, парабам, парабам, всё вообще неплохо, я смотрю. Так, здесь разгрузка пошла, 3 танка есть, кстати, кофе может сейчас выйти и потушить Блая, лимита-то боевого больше, обратите внимание, и Либератор строится. Я смотрю, кофе-то этот очень-таки и неплохой тиран получается. Спайер у Блая не готов, посмотрите, какой тайминг выхода, ё-моё, сколько мариков сюда идёт? 11 штук, опасная ситуация, ринги без му, Блая здесь танк один теряет, не успевает законтролить, медивак сейчас пытается принять Блай, медивак не принять, можно было реводзера и подальше, на самом деле, сейчас раз это разложить Блая. Блай строит, 13, Роуч, почему не мутку-то, я чё-то не понял. Решил Блай, что с муткой уже и не отбиться, решил Роуч построить, Либератор готов, у Блая очень напряжённая ситуация, Роучи на муе под Либераторами идут, что происходит? Третий танк, минус Блай, что ли? Похоже на то. Какие, к чёрту, Роучи, да спайер, да закажут муталисков 7 штук. Ну, хотя, если бы Блай не убив мариков муталисков, заказал бы, могло бы быть ещё более печально, ну а сейчас что, вообще всё замечательно? Совсем нет, история так, так себе здесь. Привет всем. Хату Блай теряет, муталиски готовы. Третья хата у него, правда, есть, но кофе больше, Лимита намного. Ну что, овер минус 83-83, Блай решил, что надо тащить. И, кстати говоря, здесь ССшки-то третий нет, есть шанс у Блая потащить. Здесь безусловный. Надо чуть-чуть Эрпай Блай, поэтому посмотреть. Ну что, тут 4 Либератора уже у кофе. Есть марики. Марики сейчас будут со стимпаком, они уже со щитами. Есть пару танков плюс 4 Либератора. У Блая есть Роучи плюс Реводжеров он делает. Лимита больше становится. Так, до аморфились Реводжеры, Блай попадает в засаду какую-то. Что ты делаешь, Блай, вообще? Вы видели, как он Либераторов разложил? Он просто в секунду это сделал. Как, я не знаю, так китаец это сделал, но они разложились вообще моментально практически. Фаербуллы падают, по танку попадают. Блай сбривает Либераторов. Сейчас марики тоже падают. Муталиски выживают. И Блай здесь все-таки отбивается. Ловить нужно эти танки. Что Блай сделал вполне успешно. Сейчас 90-64. Все-таки как бы Блай не ошибался, но он реально сильнее, чем свой оппонент. Четы хватает. Хватает всего. Всего в смысле юнитов Блай, чтобы отбиться. Что-то китайцы пригорело. У китайцев горит. Я не знал. Не понял. Забавно, говорит, можно типа F2 клик. О чем-то он, я не знаю. Ну, подловил, да, Блай, но... Сам же виноват. Марики забегают, ГГ. Хорош, Блай. 2-0. 62 кинских Блай отсходит. Надо ехать в Китай. Наказывать в Китае. Ну что, кто следующий? Для него есть цель, именно там, который говорит. Нак Statistics. Продолжение следует... 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 Здесь нет... Здесь 17-е... Продолжение следует... 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 За одну базу управляют два игрока То есть кто-то вот сейчас экономикой занимается А кто-то адептика контролит И феникса строят Также и у блая стрелы Плеер пошел, рабочие подстраиваются Парабам пока отстают, но скоро нагонят Плюс два гейта еще Третья негдус, я пошел на четвертой минуте на 4.10 Гидроден Ставится гидроден Открываются гейты Здесь два пилунчика И еще дроны строятся Ну нужно всегда обсуждать То есть можно взять хоть по хате, хоть по чему Но ресурсы-то общие То есть если кто-то будет хотеть заказывать юнитов А кто-то будет боевых, а кто-то рабов Тогда будет путание, что-то хикое происходить Ну что Еще есть 50 энергии Между прочим, можно прохаразить Еще 4 дрона 5 дронов Минус, минус овер Королевы тоже тут проблемы у них были Фениксы летают Нужно бы их ловить Но не так просто это сделать Гидра пошла Как-то прям в наглую Без споров в гидру выходит Гидра пошла Гидра пошла Гидра пошла Ну что, гидра подстроилась Спорки подстроились Но лимиты равные абсолютно И это проблема Здесь фотоночка Роба, форжа работают Гидры открываются Ставится Твайлайт Фениксов все больше и больше Фениксов пытаются тут харасить оверов Не так-то просто это сделать Архон мод всегда более зрелищный Но я бы не сказал, что архон мод более зрелищный Но как один из видов Когда особенно это не фуфана Где призовой какой-то есть Мне вот, например, интересно посмотреть архон мод Почему? Потому что архон мод, он как бы может быть в плюс То есть, понятное дело Что может и один игрок какой-нибудь крутой Просто в архон моде двух развалить Хоть они там вдвоем будут контролить Но если его отточить То два более слабых игрока Против одного сильного Они могут реально распределить свои роли в контроле И во всем-всем-всем И могут сыграть хорошо И вот это-то прикольно Как по мне Прилетают опять Феникс и Харасик Ставится антистейшн Ну что, здесь линги бегают Туда-сюда Четвертый Нексус пошел По лимиту уже на двадцаху больше Сто тридцать шесть, сто двадцать три Но здесь хайв Здесь семь люркеров То есть Ревос Блайн тоже в макро выходят Сейчас и будет уже такая лейт игра Как я понимаю Ломиться не собираются никуда Ломиться никуда не собираются И вон здесь отменен Ох, зелки как прыгают бодренько Сейчас архоны пойдут Шторм я не вижу в заказе Поэтому наверняка это будет архончик Да, здесь уже один есть Еще один архончик запилен Не влом китайцам Тут лингов фениксами поподнимать Но энергию нужно разменить Какой-то две пробки Погибло, линги забежали еще Грейтер спайр уже строится Сейчас у Ревос Блайн Есть люра То есть это люра брудийца Соответственно у нас билд И китайцы между прочим Не очень-то готовы к этому билду Почему? Если сейчас вот Грейтер спайр спалили бы То просто флитбикон С торгейты Пару штучек плюсом еще Ну или хотя бы чтобы два было И выход соответственно в темпистов А сейчас ни хрена нету Как бы информации о Грейтер спайре Китайцы идут вперед Если они провалят Атаку например не убьют А как тут люры много Тут люры 13 штук уже И 13 люров Под плёточками с гидрой Пробить тяжело реально Вот Поэтому бруды могут быть неожиданными Очень даже Так чуть туда-сюда Линги бегают Имморталы пытаются окружить Не знаю кто линга в контроле Трепчик или Лай Имморталы минус Без полей он был Хороший контроль Здесь делок Что-то у нас сделает Делка тоже В расход Здесь ревелэйшн пошел Ну пятую конечно же отменят Они Ну толку что они пятую отменят А где вообще Караптеры А Они были где-то Караптеры Пять грудов запилено Сейчас Дислинги пытаются напрягать Единственное что меня удивляет Что играя вдвоем Грейдов просто ноль У Протса уже третья атака делается А у Лайя с ревой Ноль грейдов Плитбекон делается Но старгейт-то один Что там С одного старгейта Грудов полгода строить Это тяжело будет Фу грудов Темпистов Грудами надо вперед Лететь Просто ждать здесь абсолютно нечего Так Гидра отгоняет Тилков На развороте Прыгает опять вперед Просто Ну что-то Ни хрена не получается Нужно идти Грудами Плюс Люрой Естественно Если Рассчитывать на что-то Вообще И побыстрее Это нужно делать Я вам скажу Три вайпера Зеленка еще хочет Ревы в главе пойти Но зеленка Это интересное решение А Здесь у нас Призма прилетела Нужно развернуться Отбиться Васькана пополам Пробедить Трансфюза На гидру Приветствовались бы Но трансфюзов На гидру нет На королеву На гидролис Как-то пошел Трансфюз Сейчас Солнце Какое вышло Прям Возвращаются Китайцы Домой Темп Первый Строится Ну что Пошла Атака Вайперы Энергию Пополняют Королевы Крипа Посмотрите Сколько Много Прям до Четвертой Базы Крип Сейчас Ведет Блаз Ревы Можно Еще Пару Крип Туморов По пути Поставить Ну где Вайпер Что происходит Взад Вперед Бегание Ааа Прилетела Предпризма Просто Одна призма Не дает Спокойно Выйти Забегание Делков Идет На пятую Ну не принять Уже Этих Делков Черт Не надо За ними Игнаться Да там Отобьют Они потом Лингами Сзади Вот этот Гидрой Пятой Базы Все Нет Нужно Идти Вперед Темп По две Штуки Уже Строится Нужно Быстрее Действовать Четыре Люркера С хайграунда Заходят Начнет Здесь Два Зелка Разваливают Наваливают Здесь Врыв На плетке Идет Ну Здесь Три Плетки Плюс Люркер Поэтому Зелков На Идич Отбивает Два Сделает Здесь Четыре Люра Закапывают Все Нормально Делают Здесь Люра Что-то Сзади Забыт Сейчас Протесы Могут На Аклике Развернуться Убить И что-то Дроны Идут Прямо В лапы Зелков Зелков 18-10 Что это За Зелки Такие Как Архоны Какие-то Эллипсис Штурмяки 18 Узелка Юнитов Я первый раз В жизни Такого Узелка Вижу 18 Разбил 20 Здесь Атака Идет Темпс Это Притягивается Тем не менее В лоб Пока Не могут Нифига Отбиться Штурм Пошли Люра Копается Гидру Терять Не стоит Нужно Трансьюзить Трансьюзица Гидра Будут Зелки Отбиты На Мэне Да Погибли Геройские Зелки Так Здесь Люра Поднимается Проходит Влайс Ревчиком Еще Дальше Где Фидбэки Не понимаю Фидбэков Нету Фидбэков Очень тяжко Можно И Темпестов Вытащить Можно И Зеленку На Землю Кидать Штормы Пошли Притягиваются Темпесты Ооо Гидра Прошла Под штормами Нужно Трансьюзить Королев Королева Не трансьюзица Люры Много Здесь Пока Еще Много Ее Идет Вперед Кротас Идут Вперед Кротас Два Просто Здесь Ну Люры Достаточно Много Осталось Дэмэдж Хороший Наносит Реву Блай Но Лимита 140 В итоге И Хату Здесь Убили Победа Это 0-1 Победа Китай Абсолютно Точно Ну Когда В Архоне Тебе Зилок Который С Призмой Прилетел Убивает 20 Юнитов Это Что-то Явно Не то Почему Потому Что На то Он Архон Что Кто-то Контролит Здесь Идеально А кто-то Дома Просто Говорит Я Беру Столько Юнитов Мне Нужно Отбить Дроп Не жми Сраной F2 Контроль Там Свою Группу А я Расконтролю Дома Все И Отбивает Это Так Кстати Есть же Возможность Контрол Сейчас Вставить Так Кстати Да У кого-то Много Контрол У кого-то Пару Контрол Все Китайцев Вот Четкое Разделение Смотрите У одного Армия StarGP Production GP StarGP GP А у Другого Чисто Ницуса StarGP Восстанавливается Экономика 173 89 По Лимиту Не Ну Здесь Уже Ничего Не Поделать Есть Какие-то Стычки По Карте Идут Там Гидра Дел Хоп Воз Что-то Еще Происходит Смотрите Грейды Грейды Просто Здесь Ну 0 1 Были По Нуля Попытка Свича В Мутку Идет 9 Муталис Против 6 Темпестов И 2 Хеникс Нет Прохладная История То есть Здесь В принципе Размен Был Практически Равный Здесь В Замесе Но Экономика Была Уничтожена Призмами Поэтому И так Получилось Дальше Если Экономика Получше Была Может Быть Что-то Получилось Но К сожалению Так Прилет Мутки Три Три Фатонки Отбивают Муталисков Здесь Тоже Четыре Зато Зелки Ну Зелки Под горячую Руку Попали Сейчас Выход Пошел Здесь Какой-то Интересный Муталиски Устается Раскарасить Репщик Глай Но Фениксов Начинают Строить Профса По Три Штуки Между Прочем И Уже Раньше Делается Поэтому Это Минус Мута Так Ну что Феникса Встречает Феникса С рейнджом Уже Мутка Бесполезна Здесь Четыре Ура Бегает Зеленка По Фениксам Хорошая Ой Какая Хорошая Зеленка Но Одной Даже Двух Маловато Зеленок Еще Зеленочка Прошла Пытаются Намуталисках Тут Рево Влая Тащить Но Проблема В том Что Треймбисты И Имморталы Развалят Все К чертям Грейдов Намутку Вообще Нету Ни одного Здесь Атака Есть Даже На Фениксов Двух Двух Вторую игру ждем Это еще пока не провал Потому что Архон не Бо-1 Архон Бо-3 Нужно собраться, просто затащить М-кио поддержал ваш канал На сумму 230 рублей ровно Спасибо за стримы Спасибо М-кио, очень приятно Спасибо за поддержку Всем Ну что Ждем следующую игру Спасибо за просмотр! Главное не пригорать На самом деле В команде нужно согласие Все, заходим Наконец-то создан Пост Так, нужно всех местами Менять что собственно и происходит Наконец-то Так, открой Наконец-то Не, минус морали не надо, вот как раз чуть-чуть не нужно, так это минус морали, лей никаких. Так, забыл я кое-что, хочу сделать, хочу сделать. Правда, что-то не делаю. Ну что, все готовы? Рева с Блаем что-то там обсуждают, походу. Все ждут. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Филд на кибернету кривой сейчас был, кстати говоря, он вообще ничего не закрыл, что это за филд? Странный, глупый такой-то филд. Ну что, дроны пытаются... А кто-то ещё в ту дрону-то? Всё. Ну вот, кстати, первый врыв лингов был неплохой. Нужно было на оверчаже не отдавать лингов, часть назад отставить, те, что прошли, завести сюда вне оверчажа и таким образом разводить. Причём частью лингов забегать на мейн контролить идеально. То есть одних лингов должен один контролить на мейне где-то, чтобы адепту принимать, а другой пытаться стенку прогрызть. То есть один грызёт стенку, штук шесть сюда выделить камни, и одновременно всё это делать абсолютно. Оракул прилетает, не получится забрать ещё по 30 баксов на каждого, но Глай-60 забирает своих. Питаются спорки. Ситуация наипечальнейшая. Просто лимит 80 на 40 практически, если грубо говоря... Линги уходят. Здесь у нас что-то фениксы летают. Убивают овер. Нет, там не на одном адепте, там на двух адептах восемь рабочих погибло. Вот, а на двух адептах это нормально. В принципе, если юнитов боевых нет, как-то не контроль адепты заваншотят рабочих. Или первый здесь погиб. Якс ЦФЗ, может, и один там даже был. Так, здесь пениксы летают. Принимают. 3, 4, 57. Барабам. 12 дронов всё заказано. Здесь третий Нексус. Оракул дискотечку здесь танцует. Смотрите. Оракул дискотечку танцует. 20 лингов всё заказано. Масс-масс линги опять пошли. Ну, это минус мораль. То есть, надо, значит, не с блаем было играть. Я не знаю. Приходят адепты. Здесь есть и Фениксы. Здесь есть и Оракул. Оракул адептам помогает. Но линги неплохо бьются, я вам скажу. У адептов нет скорости атаки, но они и без скорости атаки всё неплохо разваливают. Линги кончаются. Дроны как-то так себе против адептов. 6 дрончиков потеряно. 35-70 по дронам. 42-113 по лимиту. Печаль полнейшая. Фениксов, ну, очень много. Оракул уже так подсвечивает здесь. На одном адепте 8 дронов это перебор. На 208 дронов как-то многовато. Да, я понял, что второй вот здесь погиб уже. Так, Феникси всё больше и больше. Королева поднимается. Дроны поднимаются. 45-124. Здесь всё новые и новые юниты идут. Глайс ревый пока не выходит. Контратака 16 лингами сейчас принесёт плоды свои. Иллюзиями вперёд пошли. Колоссы Феникса полетели. Ну, надо поближе было запустить его. 42 дрона минус. Ну, пора уже прекращать этот, ну, вот эту хрень. ГГ опишет. Револьверчик. Следующий УТГ. Ждём следующий один на один. Не знаю, кто следующий у нас по расписанию будет. Торо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Что-то тестируют там, не знаю, что тестировать. Вот, видите, китаец это вот, а не вот, был свингер красный. Продолжение следует... 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 Так, короче, против спеллсингера другой сыграет. Чел... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, сейчас спеллсингер спрошу, что, блин, тупёшь идёт дичайший сейчас. Нам ещё играет... Нам ещё играть и играть... Вот... Продолжение следует... Продолжение следует... Простению следует... Так... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так Да, я вижу, что не туда пишу Схирали только я не туда пишу Все, наконец-то вышел я отовсюду Теперь буду точно сюда писать Я что-то и смотрю, никто не реагирует Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, первую карту убирать Все, наконец-то пощеркали Все прям туго-долго Туго-долго реально как-то Субтитры сделал DimaTorzok Так, какие карты Сумеречные башни у нас Первая карта, создаю я Субтитры сделал DimaTorzok Что такое-то? Субтитры сделал DimaTorzok Все, понемножечку все заходят, ребят У нас еще будет матч Рева и Эвердоса дальше Ну что, поехали Все готовы, начинается игра Заменили одного игрока Потому что у другого Пинг какой-то гигантский Тысяча был вообще пинг Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ВО-3 Спеллсингер против Блю Не знаю, как у Блю Ну, Блю, наверное, пинг нормальный Вот он тут на рампе застройку Делает все в порядке Приезжает на разведку Спеллсингер только-только выезжает Спеллсингер позже на разведку идет Спеллсингер, второй гейт Насколько, понимаете, собирается ставить сейчас И полностью влогить там проход, кстати Вот это уже интересно Ну пробка-то осталась здесь Ее нужно же чем-то убить будет А если юнитов он хочет на внешнюю сторону направлять А при таком Блюде обычно на внешнюю Они и направляются То тогда пробку будет нечем принять Кроме как мазеркором Мазеркором тяжело будет Здесь тоже полный блок, кстати, идет Но спеллсингер не смог проехать Атакуют поля спеллсингер По полям дэмэдж 5, как вы видите По хп будет 4 всего Потому что полей нету дэмэджа, у хп есть Здесь у нас сталкер Сталкер бустится у спеллсингера 2 Спеллсингера 2 и мазеркор Строится, будет ли спеллсингер пилона ставить, например, вниз Спилил половину хп пилона Вот по 4, да, посмотрите, насколько Медленно им бьет пробка Сталкеры сейчас выдадут Но нужно пилончиков пару запилить Если он хочет, что что-то здесь Получилось с двумя сталкерами, например, врыв Поздняя очень реакция Все А представьте, здесь пару пилонок бы запилил бы Хотя мазеркор бы вылетел Но с другой стороны развел бы на оверчаж Коэффициенты, как оцениваю Я думаю, что ты легко можешь выиграть Ну а так и Асона хороший запилил бы Сталкеры снизу по гейту стреляют Нужно отменить вновь строящийся пилончик Кстати, мазеркор чуть назад нужно отвезти Оракул полетел к Сингеру Кстати говоря, и спеллсингер Он вообще, чем он собирается дома отбиваться? Ему нечем отбиваться дома, ребятки Это фейл на самом деле сейчас творится Потому что Оракул сейчас залетит и проблемы будут просто гигантские Кажется, что спеллсингер здесь напрягает Но ничего подобного здесь не происходит Тем более у него саплай-блок пренеприятнейший Сейчас рабочих нужно уводить Телепортик домой пошел Так, хорошо, что Оракул сагрился на Сталкеры Это просто чудо какое-то Где? Девять пробок Но хоть девять пробок и погибло Это пока еще не смертельно Спеллсингер всех рабочих со второго вводит на мейн Почему? Потому что боится второго Оракула Так, здесь себе китаец пробивает пилона Шесть рабочих Это, конечно, еще не провал Но представьте, у спеллсингера было бы сейчас На пять рабочих больше, чем у оппонентов На четыре просто Нет, на пять Было бы больше Это было бы очень-очень серьезное преимущество Теперь его нет Но по лимиту никакой катастрофы не случилось И спеллсингер заказывает второй Старгейт, между прочим Кстати, видел ли китаец Старгейт? Да, он видел Старгейт Но спеллсингер не стал Оракула строить И спеллсингер сейчас явно фениксами-то перемасит Оппонент из двух Старгейтов Иллюзия пролетает Беллсингер сейчас спалит все, что происходит Спалил все, что происходит Увидел количество фениксов Понимает, что шанс перемасить Обязан он понимать сейчас, что шанс перемасить есть И ему нужно это сделать Что-то минералов не хватает очень сильно Так, бустится вообще только один Старгейт, второй не бустится Очень странный момент, да? Феникс на патруле Ну, чуть больше у Джейши лимита Пока она 5 где-то держится Это, в принципе, нормально В сумме, пока выход на третий не будет Здесь второй Старгейт тоже пошел Сейчас по фениксам Вот только-только спеллсингер начинает опережать О, как они тут на патруле, смотрите Какая-то прям мясорубка Крыльями ж порубите Друг друга, братцы Не порубят Не порубят, все будет нормально Летит вперед Джейши Он же Блю Залетает феникс И спеллсингеру нужно отреагировать И сейчас спеллсингер поймает оппонента Ловить его, не отпускать Конечно, срезать, срезать Краю карты поджимать И не давать отступить Так, ловит спеллсингер оппонента Под контролем Еще фениксы от китайца прилетают Спеллсингер в мясо здесь все просто разваливает По-моему, или нет? Ну, не то, что вообще в мясо Но неплохо подрался пока что Плюс 3 в 2 убил Здесь есть пилон Ну, а что это пилон? Нужно залетать, убивать пробку Залетает пробку, отбивает Лимиты равные практически И улетает спеллсингер У китайца 3 старгейта заработало Погодите Или у кого это 3 старгейта? Где 3? Да, 3! Но здесь-то флит бикон пошел А флит бикон гораздо лучше, чем 3 старгейт Почему? Потому что с рейнджом можно убивать без потерь феникса На феникса практически Так, здесь вырыв пошел Китаец пытается подраться Хорошо, спеллсингер чуть там устроится Чтоб его не фокусили хорошо Прям таки И отдается сейчас Ну, что за нелепая хрень, а? Ну, ты с флит бикон строишь Аккуратней будь, улети Нет, спеллсингер отдается Сейчас И вот из этой точки уже будет, конечно, очень тяжело победить Почему? Потому что здесь 3-й Нексус есть Китайца Так Адепт не стал телепортировать Смотрите, у него задержки-то нет почти Он все очень четко отконтроливает Прямо я вам скажу 3-й Нексус Так, поднимается Адепт, кстати, здесь поднять Он может телепортнуться в иллюзию свою? Я смотрю, там линия отошла еще Вот, кстати, интересный такой вопрос Рейндж фениксом делается Там у нас 11 Здесь 4 феникса Но, в принципе, по воздуху можно дуэль выиграть 3-й Нексус ставится Важно очень, конечно, на вот этот рейндж разменять грамотно Но проблема в чем? Проблема в том, что Есть задержка небольшая на Америке Если ты подлетишь ближе, чем нужно То рейндж никак ты, собственно, грамотно не применишь Так, форжа пошла Брабам, близко Ну, 20 лимитра разницы Это печальная, конечно, разница Рейндж сейчас будет готов Все, готов рейндж у Спеллсингера Это шанс Но 7 фениксов в 15 Это, конечно, жесть Так, залетают фениксы китайцы Уверчаж Где на пилон? Уверчаж Нужно выйти из рейнджа Этих фениксов, черт побери Нужно их за счет своего рейнджа принимать, конечно Китайцы все понимают Пытаются сагрить сейчас на противоходе На противоходе агрит 8198 Спеллсингер держится молодцом Вы уже в плюс подрался абсолютно точно Одного феникса принял Еще одного можно сейчас принять Нужно в рейндж сойти Да, вот зашел в рейндж Еще одного точно убьет Здесь у китайцев еще фениксы прилетают 7-9 уже Ситуация, в принципе, нормальная Тут тоже флитбикон ставится У Спеллсингера 300 гейта заработали Кстати, вернул себе Вернул то, что Вернул должок В общем-то То, что тогда потерял Фактически сравнялся по лимиту Парабам Ровная ситуация Игра выходит вровень сейчас Но тут четвертый некийс То есть на один шажочек Это все-таки китай спереди Но Здесь есть плюс атака на фениксов Что немаловажно И делается армор Что тоже очень важно Причем китайцы уже четвертый Старгейт Это воздух-воздух Чисто масс-в-масс Будет сейчас битва Так Ну, у Спеллсингера все нормально А представьте 1-1 фениксы против 0-0 Это будет хорошая ситуация Четвертый некийс Тоже Спеллсингер ставится Сейчас Есть потоночки Везде делаются По земле Здесь и Муртал 2 сталкера У Спеллсингера просто 2 сталкера И Мазеркора еще там и там есть Естественно Так Рейндж заказан Ну что Все будет, конечно же, решать Замес по воздуху Но у китайца 4 старгейта Значит будет масс-в-масс феникса Будет их много Насколько я помню Армор Посерьезнее, чем атака Там почему-то решает Я не помню Почему там как-то Вот эта математика Что феникс Может быть меньше выстрелов Необходимо там Я не знаю И Вот эта штука Может подрешать Приятнейшая штука Такая 71 секунду Уже 61 Нужно ждать Мазершип Спеллсингера Который может Решать, ребятки По-любому Тут Дистанс майнинг Четвертый Китаец Уже четвертую Вовсю начал забывать Тратится в ноль Вообще Но пока Полиамету Слишком вперед не выходит Усчитывая наличие Флитбикона Можно грейды дальше делать Вторую атаку заказал На месте Спеллсингера Ресурсы Есть Так, здесь три Фатоночки Что-то Обсервер тут Рядом летает Кстати, Обсервера Нечем принять Вот это Кэш плохо Фениксы На патруле От спеллсингера По фениксам У нас что за ситуация Блин 26-25 Спеллсингер С трех Саргитов Строит Ненамного медленнее Чем китаец С четырех Получается Как бы Все очень даже Неплохо Вторая атака Пошла Красавчик Здесь Мазершип Готов Нужно Обсервера Выманить На Фатонку Блин Мазершип Показал Не надо было Показывать Нужно лететь С ним Вперед уже И принимать бой Собственно Фениксы Все новое Новое строится Сейчас китаец Как-то вперед Вырался Все-таки 31-28 Но Мазершип Реально может Зарешать Китаец Тоже Мазершип Делает Все как в жизни Блин Всю авиацию Скопировали И здесь Увидел Сразу Мазершип Надо свой Сделать Блин Ну что же Ну по грейдам Успеллсингера 1-1 В 1-0 Здесь Получше Ситуация Аккуратнее Нужно быть На Фатонке Лезть не стоит Тут уже 5 старгитов Что ж Спеллсингер Так В старгиты Не добавляет 37-31 6 фениксов Разница Мазершип Может зарешать Как вы понимаете Так Минус Эморту Пошел В замес Мазершип Подставляет Сейчас фениксы На фениксы Дерутся Аккуратнее Спеллсингер Агрей же его Хорошо Здесь все Проходит По Мазершипу Дэмэдж хорош Мазершип Помогает Нужно принимать бой Мазершип Затанковал Что по фениксам 30-26 У спеллсингера Лучшая ситуация Все в стеке Он тут нужно биться Ё-моё Блин Сейчас перемасит Китаец В итоге Опять по фениксам Здесь 2-1 В 1-0 В итоге ситуация Одна пробка Здесь есть Пробку подрезает Спеллсингер Бой принимает Атака Вторая Сейчас будет готова По грейдам У спеллсингера Ручше По грейдам Что у нас Поможет ли Помогут ли эти грейды Спеллсингеру Я хз Неужели проигрывает Проигрывает По фениксам Но вот сейчас На отступлении Неплохо подрался Нужно отступить На двадцатку Китайца больше Блин У спеллсингер Как-то все свои ресурсы В три стергейта Тратит А китаец В пять стергейтов Не пойму Как это происходит В итоге Даже 2-1 Грейды не решает Но у них бонус Друг по другу Очень большой Також позиция Очень сильно решает Китаец тоже Делает армор Так Я прошу прощения Беру свое На заслаб Назад слова На спеллсингера Зря нагнал Спеллсингер Тоже четвертый Старгейт построил Но В итоге Что мы имеем В итоге Мы имеем Здесь мазершип В наличии У спеллсингера Бородкова В наличии У него нет Никаких мазершипов А мазершип Очень важен Тут просто Почему такая ситуация Была Спеллсингер В мясо Не провалил Этот бой Только Из-за наличия Мазершипа Потому что Он некоторое время Танковал А вот Если у тебя Будет меньше Фениксов Тогда конечно же Это проигрыш Будет Может быть Имел бы смысл Построить Какой-нибудь Темпист Я не знаю Еще Так Обсервер Минус Здесь пилон По центру Спеллсингера Третью атаку Я вижу Он делает Это абсолютно верно Грейды нужны Раз уж в воздух Ты играешь Пятый Старгейт готов Нет Уже шестой Делается У Джейши Рабочих Больше Чем у спеллсингера Короче Прямо Какая-то Авиационная Дуэль У них Намечает Сейчас Того и Глядишь В армады Выйдут Сам Спеллсингер Мазершип Восстанавливает Молодец Здесь у нас Зелок Тут напрягает Нужно Сталкеров Туда подвести Или что У спеллсингера Есть Один Сталкер Остался Правда Кстати Спеллсингер Посмотрите Фениксов Строит Эффективнее Его больше Сейчас Китаец Пытается В землю Уйти Вот это Кстати Интересное Очень решение Гейтов И Нужно делать Тогда Армаду С такими-то Грейдами Спеллсингеру Нужно просто Заметить Что происходит И делать Не Фениксов А добавить Карлеров Там Грелок И Тогда Он Вмясо Просто Развалит Потому что Армада 3 1 1 Против Земли Без Грейджа Ну Хотя Нет Там Одна Атака Есть На Землю В Такой Земле Это Бесполезно Практически Патонов Здесь Не Так Много Вторая Атака Там На Уш Пошел Спеллсингер Тоже Кстати Варп Есть Но Два Гейта У него Смешно На самом деле По Лимиту Отстает Тут У нас Что Здесь У нас По Земле Уже Там Какие-то Зелки Бегают Там И Т. Д. Но Кстати Если Не Будет Архонов Зелков Вообще Китайцы Не Знаю Зачем Строят Если Архонов Не Будет В Этой Земле Смысла Особо Нет Потому что Фениксы Там Поднимут Это Все Моментально Просто Там Зелки Будет Как Врываются Зелки И Че Дальше Принимаем Фениксами Поднимаем Убиваем Что Спелсингеры Делают Поднимаешь Что Убивай Пока Он Прилетел Сам Сюда Сам Сюда Не Прилетел У Китайца Пять Карреров Делается Сейчас А Карреры Уже Это Печаль Спелсингер Сам Три Каррера Заказывает Главное Не Отдаться Чем Китаец На Халяву Вперед Не Полетел Грейды Лучше Армор Да Это Очень Важно Шестой Никсус Добывается Тоже Очень Важно Рабов Меньше Важно Боевого Лимита Больше Будет На Земле Нет Бомжа Зелков Тоже Важно Хотя Зелков Тоже Не Осталось 42 24 По Фениксам В пользу Спелсингера Сейчас Лимит Поля Тоже Можно Продолжать Делать Четыре Каррера Заказаны Пятый Заказан Бустить Нужно Так Грейт Нужно Бустить Причем Таргеты Не Бустятся Где Бусты Вообще Вот Буст В Нексусе Вот Буст Нексусе Вот Буст Три Буста Вообще Бесполезно Сейчас Да Бусты Сейчас Не Дико Жестко Решают Но Все равно Нужно Быть Предельно Внимательным Здесь Архон Там Два Сталкера Китаец Тут По Центру Летает Сейчас Карреры У Сталкера Начнут Вылетать Хрен С ними С этими Фатонками Центральными Пофиг На них Вообще Здесь Грейды Два Один Один Здесь Три Один Один И Делается Второй Армор Грейды Спалксингера Лучше Нужно Быть Предельно Внимательным Куда Мазуршип Летит Без Прикрытия Так Китаец Как-то Вылазит Сейчас Карреры Спалксингера Вылетают Брать С собой Уже В замес Сталкер Подходит Сталкер Нужно Поднять Что Спалксингер И делает Посмотрите Какой там Дэмэдж Просто Жесткий Так Минус Минус Феникса Китаец Рядом Нужно Подловить Его Обязательно Вот Он Летает У Спалксингера Есть Вся Информация Необходимая Сейчас Нужно Просто Блин Подраться И Все Подраться Нужно Пробок Спалксингер Уже Надо Драться Блин Спалксингер Очень сильно Боится Что-то С мухами Дерется Сейчас Даш Ему Отстроиться Он Тут Отстроиться Нормально Ну Карер Спалксингер В принципе Он Действует Сейфово Почему Карер Раньше Видел Что Оппоненты А не Раньше И поэтому Не рискует Наломиться Хотя У него Лимита Больше Реально Боевого 5-7 Карер Фениксов Там Чуть И не в Два Больше Все Нужно Бой Принимать Бояться Тут Нечего Блин Так Китайц Наглеет Спалксингер Не наглеет Пока Да просто Нормально Все Обсерверы Есть Принимает Бой Спалксингер Пошел Взамен Жесткий У Кареров Мухи Кончаются Там И так Но Спалксингер Это Фениксов Больше Мухи Кончат Он Развалит Нужно Идти Вперед Просто И все Иди Вперед Так Мазершип Минус Моментально Кареры Отдаются Спалксингер Начинает Тащить Просто Красавчик Да какие К черту Мухи Фокуси Ты Ё-моё Хотя Нет Смотрите Фениксы С фениксами Дерутся Китайц Отфокусил Этого Мазершип Спалксингер Спалксингер Врывается Прямо внутрь 188 145 По лимиту Кареров Добавляется У новых У новых Замес Выигрывает Хорош Спалксингер Затерпел Затащил Молодец Просто Зацарик Нужно Только Идти Вперед Никакой Земли Не давать Ему Остраивать Какие К черту Шары Блин Нахрен Хотя Армаду Нужно Летать Просто Экономику Конечно Фениксами Просто Прилетаем Они Вообще Сейчас Царствуют В воздухе Прилетаем Минус Рабочие Здесь Минус Рабочие Куда Скалксингер Летит Да Пофиг На Три Он и делает Молодец Рабочих Всех Нужно Поднимать Просто Активнее Это Делать Активнее Это Делать Не боясь Что Там Какие-то Фениксы Прилетят Тут Такая Армадища Летает Ничайшая Барабам Уже Ну Хотя Высвободил Только Боевой Лимит Пока Китайцы Скалксингер Здесь Архоны Сталкеры Идут Вперед Кареры Рядом Висят У Скалксингера 5 Еще Строятся Густы Так И Не Кинул Старгиты Вот Это Может Подрешать В итоге 44 Пробки Убил Все Экономика Лучше Сейчас Китайцы Заход Здесь 4 Фатонки Кареры Рядом Здесь Висят Фениксов Нужно Возвращать Летает Под Фатонками Спалсингер Что Ты Делаешь Блин Фениксов Пока Не Возвращает Так Приходит Сюда Карера Выпускает Мук Спалсингер Сейчас На Арконов На Все Что Здесь Есть Возвращаются Фениксы Фениксы Здесь Сильно Зарешают Фатонка Здесь Неплохо Тоже Дэмэдж Сталкеры Приходят Где Спалсингеры Фениксы Их Просто До хрена Нужно С карерами Вместе Просто На Аклики Сюда Лететь И Отбиваться Бояться Здесь Ничего Кареры Мухи Восстановили Че он Боится Блин Тут Ну Спалсингеры Долго Здесь Боится Сидит Боится Сидит Ну Нельзя Так Сильно Бояться Нужно Не Отпускать Его Отсюда Да Блин Грейды Здесь Нулевые По земле У тебя 3 3 3 По воздуху 3 3 1 Все Не выпускает Спалсингер Это Грамотно Не выпускает Но Боится Сталкера Да Что За Хрень Такая Тут Армадеща Адовая Просто Такая Летает Все Влетает Феникс Сталкеры Подняты Конечно же Это Развал Конечно же Запас По ресурсам Лучше Но Это Первая Игра Только Я вам Напомню Еще Будет Вторая И Возможно И Третья Будем Надеяться Что Третья Не будет Потому что Первую Спалсингер Уже Затащит По-любому 70 На 200 По-лимиту Зелки Отдаются Вылетает Спалсингер Вперед Ну Молодец Такую Игру Тащить Это Всегда Плюс Мораль Это 100% Расклад Так Веникс Врывается Тут уже Нахрен Эти пробок Убивать Здесь Надо Просто Добивать Ити Сколько Кареров Кареров Один Штук Там Много И Четыре Строятся Их Уже Не Остановить Переживаю Я Немножко Ну Вы Понимаете Все Будет Нормально Сделки Тупят Не Могут Нормально Пилон Убить И Фатонки Шесть Фатонок Знаете Во что Зилков Просто Распоршмачили Сейчас Разломали Здесь Что-то Летают Фениксы Зилков Ловят Везде Кареры Убивают Джекс Угг И пишут Китаец Красавец Плсингер Хорошая Игра Следующую Ждем Вармаду Выиграл Орбитальный Наверх Создаем Что Мод Здесь Этот Всех Зовусь Сюда Все Поехали Все Готовы Это Игра Интереснее Последние Звездные Войны Серьезная Да Замес Был Всех Приветствую Еще Раз Ребят Орбитальный Верх Вторая Карта Серьезная 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 Ну что Спелсингер 1.0 Вторая Карта Орбитальная Верх Погнали Но Расслабляться Рановато Мягко Говоря Точнее Я бы Скал Нельзя Вообще Расслабляться Сейчас Расслабляться Расслабляться Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дарк варпится Робо достраивается Еще Дарк варпится Апсевер где? Апсевера есть Апсевер заказан Сталкер начинает пилом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хороший спелсингер Но пилон то надо отменять свой в итоге Настроил тут пилонов Справляется с обороной Но рабочих больше у китайцев После этой агрессии Здесь второй старгид пошел спелсингер Решил к маст фениксов играть Ну кстати-то опасно Так, что твич отваливался что ли? Вроде работал твич все время Не было никого Прилетают пять фениксов Здесь три сталкера у нас Да, так себе харасс Мягко говоря Сейчас еще минус сталкер может быть О, минус феникс может быть Нет, минус феникса не произошло Пилон прогрыз наконец-таки Китаец Но спелсингер уже снизу стоит Но у китаец зато есть на никсус В отличии от спелсингера И он заказывает его раньше Но у сингера лимита больше Зачем спелсингеру нужна грелка Мне просто, если честно говоря Для меня это загадка Ей конечно призму грелкой удобно принимать Например Или он в армаду уже пытается сыграть На американском серии Ну кстати, как вариант По армаду с плюс один Там грелочки масс Потом выход в карьеров с Мазершипом, к примеру Но здесь блинк и призмы строятся И много чего здесь строится Мазершип ставил таким образом сейчас Что его можно было просто на халяву подбрить Между прочим Он стоял вот здесь Здесь ни одного пилона не было Можно вот так вот сюда залететь Было его убить Ну он и два оверчаржа сюда поставил И конечно они быстро кончились бы в итоге Плитбекон у спелсингера Именно, именно похоже все на армаду Грелочки добавляются Ну посмотрим, что из этого выйдет Плитбекон у спелсинг Ну и в этом Ух 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 Ну что, карреры у спеллсингера, карреры грелк, нужно старгейт второй строить, там чарж уже какой-то делается, все делается, здесь нужно предельно Внимательным быть, залетает сейчас китаец, дроп дарков, прямо на мейн пошел, но спеллсингер замечает этот дроп, вот они дарки, два-две штуки на мейн, и тут что ж такое, на третий убивает, на мейне ни хрена не убивает На мейне начинает наваливать дарк на третий, вообще спеллсингер не готов, а все же что-то не контролит, не веет, здесь опс есть, 10 пробок потеряно, 10 пробок это при выходе в армаду далеко не критично, но китаец, кажется, понял, что происходит Здесь призма на каррере, ё-моё, и призму не поймал, а? Ну, дарков, кстати, много на отдавал, все окей 14 пробок, ну это много на самом деле, но боевой лимит хороший, карреры строятся, то, что призму не убил фейл, нужно фениксами летать, искать призму сейчас Здесь нужно направить все на добычу в итоге, пробок нужно восстановить популяцию, 49 это явно мало, одна тут туканец ничего не делает, где третий старгит, не понимаю, что за два старгита странных, вообще без понятия я Его на 30, да, дэмэдж Ну что, летают фениксы, ничего не получается спелсингеру сделать, карреры готовы, плюс один, наконец-то заказан, наконец-то заказан третий старгит, а, вот четыре старгита даже У спелсингера минералов не хватает, ну пробок-то восстановить, а минералов хватит тогда, что за бред-то происходит? Там гриды двойные на землю с двух фажей делаются, пошел, кажется, понял, что здесь армадный стиль будет Вот спелсингера китаец, да, новых старгитов он не видел, правда Так, здесь, значит, сделки бегают, пробки бегают, спелсингер все это дело на халяву убивает, но феникс одного потеряет Сейчас, приятного здесь мало Вы все здесь, ну хорошо, что вы здесь, спасибо, что смотрите Четыре карреры сейчас будет, но я хочу вам сказать, что хоть у китайца там и две фажи и все дела Вот против, если армады будет 200, ее землей убить, ну практически нереально, если будет много карреров Это будет, то есть только в размен там играть, только в размен Здесь нужно залететь за Nexus 4, что спелсингеры делать пытается По лимиту его больше, кстати говоря, чем оппонента Кстати, вот сейчас бы спелсингеру вылететь на... Хотя нет, пока маловато, пока мало карреров могут зарешать сталкера с линком и архоном Еле-еле феникс сейчас скрылся Так, фидбэки здесь есть, поэтому лучше не влетать сюда Четыре каррера строятся, вторая атака делается Пробить камни, выход на четвертый Nexus обязательно Сейчас без спелсингера Он пробивает камни, молодец, там 3-2 грейды уже Три фотонки на второй базе Так, фениксы прилетают... Оп, призму нашел Молодец, призму нашел Китаец не пытается выйти в темпистов, в воздух какой-то А зря На третьей базе так На второй пробок настроил, на третьей нет ни хрена Но зато четвертый Nexus сейчас спелсингер ставит, это важно Вот сейчас нужен просто мазершип, без мазершипа армада неэффективно Нужен мазершип, и вот как раз на 170 лимита-то и можно вперед выходить Ой-ой-ой, каррера, сколько? 8 штук, плюс 4, 12, а 4 надо ждать И с 12 уже можно вперед лететь, плюс второй атакой Мазершип обязателен сейчас, обязателен мазершип Но спелсингер так не считает, судя по всему И мазеркор, он вообще забыл, что такой юнит существует Здесь фениксы на патруле Ну вот эту базу вылетать, убивать, потом залетать вот с этого направления из космоса Просто шатать Эти-то все по земле бегают Гейтов очень много становится Нельзя давать просто разожраться Размен будет эффективно тоже играть китаец Так, карреры вылетают новые Сейчас плюс 2 будет Сейчас их 10 станет карреров Все, 10 стало Здесь еще 2 строится, уже скоро достроятся Там поля пошли Вторая атака есть Нужно делать, продолжать атаку Китаец делает сам выход По 4-ой Нексус и... Ну что? 3-2 грейды не готовы здесь, естественно Третья атака делал Так, 2-3, 2-1-1 сейчас Много архонов, много псих-штормовиков А нахрен они здесь идти псих-штормовиков Ну хотя с штормом можно муху штормить, попытаться, например Приходит сталкера Отменяет пилон Ни в коем случае спеллсингеру нельзя выпускать муху Нужно на оклике драться Сталкеров минусует Идти вперед нужно До арков, до варп Это будет масс-масс-масс Да какие к черту архоны Он что, архонами карреров собрался убить? Если... Вот если бы спеллсингер сделал мазершип сейчас Я бы был на 100% уверен, что это оклик Изи гейм Но без мазершипа Пока столько этих архонов здесь То я беспокоюсь Начинаю Не надо вперед лезть Под фотонками биться Ни в коем случае Вперед не лезть Так, под фотонками спеллсингер будет биться Или не собирается биться Под фотонками Пошли штормы на карреров На грелке Агрессивный блин вперед Плюс 2 на армаде есть Вот и вся земля сейчас Хотя до карреров что-то шторм жестко достает Нужно развернуться Принять бой Архона Там мух убивают Карреров нельзя давать фокусе Карреры важны очень Спеллсингер Что ты делаешь? Мух всех почти китаец поубивал за счет грейдов Сейчас несколько мух остается здесь Но карреров слишком много Зелки наваливают четвертую базу А нужно то было всего вот здесь вот встать И драться под фотонками 147-166 За счет грейдов решается Эти горы здесь Так, зелки четвертую убивают Но если карреров не терять То все нормально еще может быть Но карреров Спеллсингер успешно сейчас теряет В больших количествах Я бы сказал В гигантских количествах Китаец Разваливает здесь Ну это гг Это к сожалению гг В чем здесь дело? Да в том, что криво бой принял просто Нужно было стоять под фотонками А не в чистом поле драться с архонами Почему? Потому что земля бы сюда подошла Часть агрилась бы на мух Часть на здание бы агрилась Все было бы нормально Мазершипа нету Без мазершипа вообще до свидания Мазершипа при такой армаде не иметь Это просто фейл Так Третья карта Руины сероса Третья карта Так Что так долго думает? Good It's great It's a maze It's 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 Ну там на грани было на самом деле. КОНЕЦ КОНЕЦ Так, всё, я здесь. 1-1. Решающая карта, кстати, большая очень. КОНЕЦ Алекс Пентин, привет. Всем привет. КОНЕЦ КОНЕЦ ОТВ Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, у Сингера два пилончика, два гейта. Здесь у нас тоже через два гейта опенинг, в принципе, более-менее одинаково открываются стандартно. Идет Сингер вниз сейчас. Оба не угадали, кстати, с разведкой. То есть не знает, где оппонент живет. Ну, в итоге что мы имеем? Сингер заказывает двух стокеров, здесь два адепта. Это, ну, по заказу этих юнитов нельзя однозначно сказать, что кто-то в плюсе. Почему? Потому что, если сталкеры как-то неудачно разминутся с адептами, адепты сюда зайдут, они на халяву могут экономику развалить. А может быть наоборот, что адепты там неудачно пустят иллюзию и прямо близко к сталкерам телепортнуться, например, они их встретят. Тоже будет. Вот сейчас, кстати, иллюзия прямо к сталкерам летит вперед. И я думаю, что Сингер хорошо их примет. Вот они только телепортнулись. Разваливай же ты их, лови этих адептов, черт бы их побрал. Начинает разваливать. Сейчас там дома еще два сталкера строятся. Можно к оппоненту вперед сходить прогуляться. Можно пробку в центре поймать бы было бы сейчас бы. Так, два сталкера сейчас выйдут, выходят сталкеры. Телепорт, если будет, надо сразу принимать их. Телепорт идет, умер чаш, конечно. Вот это хорошее начало. Два адепта в одну пробку сливает китаец. Здесь всего лишь два адепта на рампе. И Сплсингер может зайти просто... А что он боится-то? Зашел и убежал. Двумя сталкерами видим два адепта. Двух адептов и убегаем. Ну, не знаю. По-моему... Еще и стоим здесь. Ну, беги на базу-то, а сейчас оракулы полетят. Секор шляпа туда полетит. Сторгейку Сплсингера. Можно было пострелять просто... О, опять адепт неудачно телепортируется, кстати говоря. Нужно их встречать, укусить. Телепортироваться. Ё-моё, сталкерами сзади не погнался. Адепты оттелепортнулись. Ну, четырьмя сталкерами можно на самом деле здесь зато развалить оппонента. Да, так и собирается Сплсингер сделал. Здесь довар сталкеров идет новый. Четыре сталкера. Это нормальный дэмэдж. Можно здесь напрягать. Адепты заходят под вторую базу. Здесь есть пробка. Минус пробка сразу же. Адепты заходят к мейну. Уверчаж нужно выставлять. Сплсингер выставляет. Ну, особо... И чего? А, боится, что много сталкеров будет. У ВАК какие-то абсолютно неуверенные действия от Сплсингера. Это точно скажу. Блю прилетает сейчас своим оракулом. Начинает наваливать минеральную линию. Уверчаж можно выставить. Уверчаж Сплсингер выставляет. Хорошо, шесть пробок потерял. Ну, парабам-то нехорошо. Но хорошо, что сбил хотя бы оракулу. Все здесь уничтожил. Боевого лимита в два раза больше. Поэтому лимиты более-менее равны. Лимиты более отлично. Так, уходит Столкера. Ублю рабочих побольше, лимита боевого поменьше, но вот что меня беспокоит, что тут уже блин готов, а здесь только-только Твайлайт делается. У Спелсингера Оракул живой. Вот он летает, ревелейшн ставит сейчас. Очень даже неплохо. Четыре рабочих подрезало. Три рабочих и еще что-то. А, Адептов помогал убивать. На мэне Адепт одного подрезал. Блинку Спелсингера заказан. Здесь Сталкер с блинком двигаются. Люди Симморталы, Фениксы. То есть, сейчас сюда Сталкера подойдут, просто кликаем сюда, тремя Фениксами подлетаем, поднимаем трех Сталкеров, минус три Сталкера оппоненту и все. Так, видят Спелсингер, все прекрасно видят. Только Феникса вперед не вести. Вот. Ё-моё, блин. Хорошая реакция у китайца, но ничего страшного. Ситуация по лимиту сейчас более-менее ровная. Плюс гиты пошли. Здесь Феникс и здесь Сталкер. Здесь тоже будет Блинк, здесь будет Иммортал, еще и... Так, здесь Оракул летает. Чуть-чуть-чуть не погиб Спелсингер. 10 хп. Лучше постоять, немножечко порегениться. 10 хп – это один выстрел от Сталкера. Потому что как раз десяточку он по... наносит. Что они, ревелейсинг пошел-ка? Живучая Оракула, а? Все летает, все тут ставит что-то. Так, Оракул висит. Себе спокойно. Плюс гиты еще пошли. Кидаются ревелейшены, варпятся зелки, две СН-3 здесь. Спелсингер тут в центре ловит Сталкеров оппонента. Уходит. Джейшин, он Спелсингер поймал, кстати говоря. И по третьей поднимать надо. Блин, не успел поднять, а неприятно. Могу успеть поднять. Успевает, поднимает, успевает. Поднять одного, второго. Китаец уже там под рамку отступается. Зелков много у китайца здесь, я вам скажу. Поэтому нужно аккуратнее быть. Фидбэки пошли. Зелки, Архоны, все дела. Чарж уже есть. Нужно сваливать отсюда. Бегом Спелсингер. Чарж только что заметил. Думаю, нужно отступать как можно быстрее. У самого Ничажа нет ни хрена. Грэйды не делаются вообще сейчас. По рабочим отставания серьезные. Но третий Никс, правда, начал тоже качать Спелсингера. Все больше и больше Сталкеров варпят. Все то, увы, на Спелсингера. Но пока китайца нет крит массы, пока здесь нет реально много имморталов, а их вообще здесь нет, можно и нужно это разваливать пытаться. Что Спелсингеры собираются сделать? Да варп хорошая идет, кстати говоря. Боевого лимита больше. Можно даже пару иллюзий я бы вызвал. Вот когда у Сентрей столько энергии. Потому что против Архонов филды неэффективны. Но бой то надо принимать. Бой то надо принимать. Вспомнил Спелсингер о том, что бой нужно принимать. Агресс делков на себя сейчас. Уверчажи ставятся. Так, чар здесь можно на рампу зайти. Только призну с собой взять нужно. 128, 125. Да ушел китаец под уверчажи. Все, заходи на рампу. А не, на рампу не стоит. Там мазеркор стоит. Пытается убить обсервера. Китаец не получается. Архончик отрегенится, отрегенится. Спелсингер ему не дает. Так, отблинку 100 назад нужно. Эммортал первый выходит. Билды хорошие. Эммортал вышел, но сделать ничего не может. Фениксы здесь есть. Фениксы падают еще быстро. Спелсингер нужно грамотнее контролить. Лимит пока больше. Гвардиан шилдов много. Эммортал может отдаться. Сейчас сверху Эммортал. Одного поднял. Второго можно под... Какой агрессивный блин? Куда? Ну, Китаец сам отблинкивается сейчас. Семя Эммортал выходит. Да какой к черту? А почему агрессивный блин? Зачем агрессивный блин? Под архонов, под сталкеров. Агрессивный блин. Так. Битва идет. Иммортал живой. Иммортал очень ключевую. Здесь роль, я бы сказал, играет. Китаец сам такой же агрессивный. Странный блин делает. Но здесь делки. Здесь пробки. Лимита становится джейши больше. Спелсингер разваливается. Плюс один делается. Отступает. На место того, чтобы сейчас просто убить. Отблинкиваясь с сталкерами назад. Вот этот агрессивный блин похоронил вообще эту атаку. Здесь довар взялков идет. Ну, кстати, здесь Мазеркор, слава богу, стоит. Поэтому все нормально. Спелсингер ставит сейчас стазисную ловушку. Еще одну ловушку. Можно на мейн зайти сейчас с помощью призмы. Изи. Просто только мимо. Как откровенно ходит сейчас. Спелсингер это просто что-то. Разводит сейчас китайцы. На мейн на блинке, конечно, заходите сейчас. Зелков отбил дома, насколько я вижу. Агрессивный блин на мейн. 5 гейтов целых. 5 гейтов отключено. Вниз можно будет спуститься потом. Призму лучше увести. Здесь нормально отбился. Но лимит строго меньше. Рабочих меньше. То есть, зависит на этом улыне как-то. И в итоге ситуация. Спускается вниз. Зелками принимает бой. Призму сейчас потерять можно. Призму не потерял, слава богу. Нужно наверх уходить. Выходит наверх. Архона не подрезать. Довар сталкеров еще идет. Можно и нужно шатать, продолжать мейн. Просто сюда блинк делаем. Ждем КД. Призму подвоем. Сюда блинкаемся. Вот здание. Пилоны. Все что угодно можно убивать. Оракул рядом где-то здесь. Летает. Я вот просто иногда... Ну нет, на самом деле я понимаю. Если ты не тренишься прямо архи много, как бы... У меня тоже играю вот так вот. Без особых тренировок. Я не знаю сколько сполсингер тренится. Не буду утверждать. Но если ты не дико много тренишься, то тогда вот такие агрессивные блинки иногда бывает, что кажется уже победил. А хрен ты там, на самом деле ничего ты там еще не победил. Так, минус архончик. Здесь не... Ни хрена, здесь не минус. Призма не понять где летает. Призма вот она висит. Зачем она здесь висит? Без варпа, вообще без всего. Я без понятия. Сполсингер только-только по рабам более-менее сравнялся. По грейдам тоже сейчас понемножечку сравнивается. Опять стадисную ловушку. Поймал много юнитов оппонента. Сталкера пытался подрезать. Не подрезал. Оракула желательно увести. Развод идет неплохой. До варп зелков четвертый. Нексус будет минусовать. Сваливает сполсингер. Сейчас четвертый. Нексус минуснет. Но зелки пока без чаржа. Ну и не надо терять их. И призму не надо терять. Нужно зелков сейчас призму четырех посадить и улететь. Сполсингер посадил двух. Ну хоть двух посадил остальными и убежал. Один всего лишь погиб. Нексус отменил. Это самое главное. Заходит сталкерами на мейн. Хочет заблинкнуться. Здесь до варп зелков идет. Штурмовичков фокуснул. Одного общего штурмовичка. Архона пытается на морфе фокуснуть. Не фокуснул. Китаец идет вперед. И все. Для сполсингера это печаль. Архоны не слитые. Морталы на муве сливаются. Это КГ. Сталкеры уже ничего не успевают. Здесь такой микс антисталкера тяжелый. Три уверчажа. Ну может быть если бы сразу сталкеры и архоны были бы здесь. То сполсингера был бы шанс. Но в итоге шансов к сожалению отбиться нет. Как такую игру отдать получилось. Но равная. Равная битва. Абсолютно равная третья игра. 1 на 1 счет. ГГ пишет сполсингер. Печаль беда. Ну что. Рева вердос. Следующее у нас. Сначала Рева. Насколько я понимаю. Потом вердос. l миллион. Разваться. Значиками. Давы. Помоги про 갖 Advait. Требовый 1 meals. Для чего. очень жаль спелстингер был настолько близко и вторую игру он мог с армадой затащить и блин я прям даже маленько подрастроился и вот эту игру агрессивный блин к всему помешал но не нужен был он там агрессивный блин нужно просто хладнокровно было продолжать контроль и было все нормально ну что надежда снг вердос ладно не буду ничего говорить потому что дальше еще будет более надежда вот вердос и так там обижается что на него гонят что-то там вот так кто там с кем вердос я сону точно зову его сюда вот так вот вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok все я здесь ребят продолжаем битву включил нихрена не включил ну что я сону упана линги бегут вперед линги с мувом между прочим кого дропает клаути дроп что случилось черт побери и и и и и и и и ну что поехали дальше дропу я клауди не знаю судя по всему он уже не вернется вердоса небольшой supply блок был к нему линги подбегают это его билд с ранним твой лайтом с ранней скоростью атаки адептом так это еще тут бегает он кстати не видит пока что здесь происходит линги врываются адепт сейчас будет готов а что с лингами то делать вердос принимает бой пока твой лайт не видел адепт выходят четыре ручи я вижу сейчас продакшене это очень интересный каши расклад бустится почему-то рабочие не бустится не твой лайт не не варп может быть это новый немножко видоизменен на этот билд но вот что делать шестировочами которые скоро сюда придут вот этого я без понятия вообще без мазеркора тем более поэтому билду мазеркор по моему сверх поздний какой-то там а не вот заказан все-таки до варпа еще там чуть ли не ну 34 секунды это реально много адепт здесь ходит пилончик пошел снизу адептами можно иллюзии попускать два адепта еще строят сейчас будет готово мазеркор успеет выйти к ручим конечно но проблема для и асона в том что если если вердос отобьется а с 5 ручим я так полагаю уже шанс есть отбиться неплохой вполне то тогда можно будет на вот этом грейде и на адептах пойти просто и китайцы нормально там навалить дэмэджи строятся новенькие линги и китаец ждет сейчас посмотрите пока вот эта хрень доделается а осталось то всего на всего 25 секунду готовности скорости атаки адептам врывается и асона выманивать мазеркором нужно идти вперед наваливать дэмэджи за пофиг пусть хоть роучи и жирные но дэмэджи им нормально можно внести сталкер выходит еще один сталкер делается адептам скорость атаки скоро уже будет готово фаербол пошел это полный улыб был от китайца и нужно идти его наказывать за это причем не стесняясь ничего тут роучи много третью хату по лимиту то не сильно и просел вердос что тут летает что-то боится здесь даже королевы на второй нет во прикол сталкеров добавил адептов девять штук сейчас выходить просто и шатать его надо все что нужно хотя здесь улын продолжает от китайца делаться то есть он ни лейеры не пытается заказывать ничего то есть он собирается дальше продолжать улынить вердоса адепт все больше и больше становится они выходят вперед линга минусует он иллюзии и пускает сейчас овером сейчас заметит и осону что иллюзии к нему адептов идут а вот уже и сами адепты рядом находятся вердос очень близко иллюзии пошли фаербольчик сейчас от реводжера пускается нужно заходить на рампу сейчас обязательно вердос этого не делает как то может развести все таки робо строится и блин заказан 8368 парабам ситуация уже в плюс у вердоса а а а а а так здесь овера принимает пилончики на рампе есть овер минус видит вердос что в вайлайте и блин здесь обсервер заказан подземного мула что ли боится я не знаю что вердос боится здесь третья хата это лея робо бэй пошел робо бэй решение верное против этого микса хорошо на самом деле работает ну и мортал тоже не помешал бы нет призму вердос делает ну призму бустить смысла я не вижу она все равно выйдет раньше хотя почему нет призма сейчас адептами полететь пошатать можно потом дестабилизаторов построить если мух сделать можно ими пошатать и выйти там дальше в макро третью можно здесь запилить здесь проход через камни в принципе нормально можно оборонять 92 110 полимит вердос вроде неплохо идет пока хотя не призму нужно было бустить она идеально как раз кроба бэй доделалась мух призме будет нет мух пока не делается адепта 2 загружается почему два только почему краснющих этих не понял я честно говоря почему пробивать камни питается асона от вердоса от вердоса выход с двух баз дестабилизатор еще строится призма что призма летает шатать 4 дрона убил 5 дронов убил ничего не потерял кстати говоря 136-112 по лимиту здесь чейджинг бегает вы видите вердос видит чейджинг заметил убил рядом мух уже почти готов ручим реводжеры новое дело с третьей нету с заказом дестабилизатор второй сейчас выйдет сейчас есть обсервер у вердоса но нужно ли ему стоять вот именно здесь прямо рядом с китайцем который широкий фронт прям делает и обсервер над армией летает да выведет его вперед заметь позицию позицию вердос не видит абсолютно сейчас вот сейчас просто если ты промахиваешь дестабилизаторами вот этими то это гг авто гг просто называется так выстрел пошел раз один пошел второй вообще где выстрел не понимаю вердос отходит второго выстрела не будет вердос об этом нам сообщает судя по всему но первый выстрел был неплох нужно признать но дестабилизатор погиб второй у которого энергия не энергия а кдшечки не было пытается китайц вкуснуть дестабилизатора вкуснуть вкуснул вердос уходит сталкремя наверх сейчас выстрел по ручим пошел хороший выстрел проходит но 70 82 101 по лимиту но вердос еще на самом деле здесь легко отделся это могло чтобы быть гг сейчас у него третий нексус фактически 3 в 3 базы здесь технологий нету особо никаких правда здесь одна атака овердоса по нулям строится фризма дестабилизатор есть может полететь что-то там пострелять ну если вердос проигрывает то это проигранная собственно говоря шоу-матч почему что 1 2 уже счет только пока блай выиграл архон мод слили слили и слил эспелсингер к сожалению хотя был близок к победе вердос летит призмой с двумя адептами шатать сейчас третьей базе 115-46 по лимиту куголь спайер у зерга делается мутку кстати к мутке вердос не особо готов я вам скажу прям через всех оверов летит что-то вердос правда что-то роучи где-то хрен пойми где находятся можно покупать сейчас рабочих и не слабо смотрите как 4 4 дрончика как с куста ну это полезный харассок но вот свитч в мутку что-то по-моему сейчас может зарешать у меня такое ощущение складывается даркшайн овердоса заказан камни пока не пробивает призма рядом да здесь свитч в 10 муток сразу можно сделать 10 это реально много да 10 муталисков ну хорошо что призма есть у вердоса если китаец сагрится на призму муталисками то есть шанс выход нормальный сделать 137-182 по лимиту гейты добавляются даркшайн добавляется нигде нету ни одной спорки а не вот одна есть в руна рампе есть спорка да мутка агрится на призму и асона всю не демонстрирует всех муталисков полетел вперед сталкера делает выход выход по таймингу не идеальный но вот если и делать то именно сейчас но призму сейчас вердос потеряет в итоге лишится прироста что-то походил два крипту убил назад отступает мутка залетает сейчас к третьему нексусу нечем ее принимать призма живет слава богу нужно прикрыть ее обязательно мута начинает пробок разваливать все вердосу нужно идти уже в атаку дестабилизаторы стрелять 4 патрона вердос сконтролил вроде неплохо но зачем всеми сразу было стрелять линги накидываются роуч накидываются минус вердос и асона хороший так центральный протокол ну не получилось мне кажется что виртусу нужно было не бояться этих роучей в начале и просто адептами зашатать и все там ничего не было приходи шатай на двой части поделил вот и все нормально так поехали ревый матч будет последним в итоге ревый матч будет последним до этого момента у вердоса все более-менее нормально было но асона продемонстрировал что он хороший за он и 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 или и и и и а ну что адепт ever does тут рядом четыре уже еще два строятся 6 будет Скорость атаки дел. Здесь лэйр у нас. Может быть это Нидус будет, не знаю. Так, 6 адептов уже. И еще 2 строится, будет 8. Очень скоро. Вар бустится. Можно вар сейчас не бустить, можно подбустить там тот же Мазеркор. Прилончик заказан на второй базе. Линги здесь рядом. Третьего адепта Вердос делает. Зачем он третьего адепта делает, не знаю. Мазеркор ставит оверчарж, сбивает овера в итоге. Роуч Ворон скоро будет готов, будет роуч. Ну роучи роучи, но расшатать можно. В любом случае этого никто не отменял. Адептов 9 штук уже. Сейчас плюс 3, 12 их может быть. Пошли они вперед. Ну, здесь мув роучем делается. Линги забегают. Да, варп адептов идет очень даже не плохой. На рампу может варпануть. Адепты со скоростью атаки, они лингов хорошо убивают. Один на рампу наваркался. Сейчас нужно отгонять от рампы. Естественно, пробку сгрызает. Китаец пытается сгрызть. Точнее, и сгрызет еще и на мейн. Не, на мейн не пройдет, слава богу. Адепты вырываются. Да на мейн, конечно. И телепортироваться надо. Тут 2 роуча крестом. Свердос приходит. Залк по роучам. 2 залк по роучам. Почти фокуснул в роуче одного. Рабочий уходит. Телепортик вниз делает. Конечно, здесь ничего... А, ну вот роуч. Ну, выходит на халде. На халде наваливать дрон. 4 минус уже. Вот, 8. Пожалуйста, 9. Вот, вот. А почему в первой игре-то боялся так? Минус экономика. Китаец у себя практически отменять надо. Телепорт. Вердос это делает. Одного право забыл. Адепты зачем-то здесь. Ну, это на муве он зашел. Косяк контроля. Нужно отступать. Робо делается. Ну, демеджа, я бы сказал, не до 100 точно нанесено. Но, с другой стороны, от китаец тоже улыб на мувленных роучах идет. 14 штук. Здесь 10 адептов. Довар в сталкеров, Довар в сентри. Робо строится. Мазершепкор. Где он вообще? Летает около второй базы. Точнее, он стоит около второй базы. Сталкеры выходят. Но здесь роучи приходят. Вердос не реагирует никак на роуч. Минус сталкер, который не слабый в ДПС. На самом деле, роучи он бы наносил. Спилк нужно ставить. Видит китаец адептов. Отступает немножечко назад. Так. Делается сейчас эволюшн. То есть, будет передроп роучи на мейн. Можно заказать имморталы, я так думаю. Увердос предпочитает апсервер первым заказать. Видит здесь роучи. Нужно отогнать их. Сейчас адептами боится ворваться. Передроп на мейн. На мейн передроп. Увердос вообще не ждет роучи. Ну вот, и Асуну играет легко, я бы сказал. Легко. Просто он делает то, что умеет. Все. Как-то так вот, я бы даже сказал, он не деревянно играет. То есть, он на ситуацию реагирует фактически. А не какой-то именно билд отыгрывал. Так, здесь сталкер приходит. Сейчас минус сталкер будет. Что такое-то, блин? Робки возвращаются. Да, мазеркорд здесь есть. Что мазеркорд-то? Уверча же надо выставлять. Один выставлен. Закопочка пошла. А где апсервера строил Вердос? Вот он апсервер летает. Вердос его строил. Вардиан шилпру, блин. Никого не убил. Адепт так себе против роучи. Бойцы нужно назад возвращаться. Асуну развел Вердос. Сейчас 53-33 парабам. Печальная очень ситуация. Придется выход скорее всего делать. Это будет фактически О-Лынчик. Блинк не готов. Рабочие стоят, что-то здесь отдыхают. Не понять чего. Сколько боевого элемента. Ну, один струщик, кстати, против один струщик. В принципе, можно выход сделать. Овер-атак и не сбил, который передрохивает здесь Вердос. Хотя нет, дестабилизаторы строятся. Пока дестабилизаторы строятся, может, какие-то шансы еще есть. С выхода с фаера нет. То есть мутки никакой здесь неожиданно не будет. Но и Асуну четок, я вам скажу, очень четок. Так, здесь 4-ручи закопались рядом с мейном. Вердос идет к третьей базе. Здесь линк что-то закапывается, выкапывается. Все, минус линк. Дотекают линги еще. Посмотрите, здесь... Ой-ой-ой, 8 лингов, 3 раучи. Они такие... Ну, хотя Мазеркор есть и 2 оверчажа. Нет, здесь особо демеджа есть. Вердос хорошо, правда, среагировать не будет. Нанесено. Призма строится. Теперь дробщик на мейн пошел. Раучи нужно выкапывать и идти вперед. И Асуну пока что-то этого не делает. АПМ, кстати. Хорошую Асуну АПМ. Еще дестабилизацию. Вот Спайр пошел. Все, Спайр. Вердоса похоронит сразу, как бы, если он ничего не сделает. Хорошая реакция. В этот раз Вердос вовремя среагировал. Правда, стоять на Ксилнаге частью своих юнитов. И, соответственно... Так, здесь блинкаются локера. Еще один оверчаж. Еще один оверчаж неплохо выставлен был в тему, я бы сказал. Здесь Мазеркор отбивает все. 114-138. Боевого лимита Вердоса столько же, сколько и Зерга. Очень тяжело Мазеркору Раучу. Знаете, он регенится чуть ли... Ну, не быстрее, по чуть-чуть его хп падает. Но регенится адски быстро. Так, второй дестабилизатор следует. Третий строится в это время. Рауч, конечно же, погибнет. Но здесь масс линги. И здесь реводжеров 7 штук. Ёба, 67 лингов. Ну, адепты, кстати, лингов не очень-то жалуют, я вам скажу. Но есть у Зерга... На этой карте проблема в чем? Здесь тяжело найти направление, с которого можно атаковать, чтобы тебя не окружили. И как раз Вердос атакует с центра. Это самое такое направление стрёмное. Тут окружает вообще легко. Очень. Так, да, Варп Сталкеров идет. Может отсюда зайти. Вот отсюда можно было бы через вот этот проход сюда зайти. И то, действительно, ширина какая. Вердос идет вниз. Призму сюда не переводит. Странно очень. Пошла атака со стороны Зерга, что ли? Нет, пока ничего не идет. Ну, Вердос спалил планы и Асону. Да, Варп еще адепт. 102-134. Лимиты близкие, я вам скажу. Да, выстрел этот был. Оставлял желать лучшего, мягко говоря. От дестабилизатора Вердос смещается вниз. Заметить армию Зерга нужно. Но Зерг первый заметит Вердос. Это печаль. Это беда. Выстрел в рингах идет. Вровочий в реводжеров мимо. Нет, один выстрел более-менее попадает. Линги роучи заходят. Адепты с лингами вроде неплохо дерут. По роучим выстрел. А умер дестабилизатор. Вердос ходит на муве. Минус Вердос. КГ в мясо. Муталиски еще прилетели. Да. Не, Асон очень хорош. Очень хорош. Прямо такой вот у него корейское что-то даже есть ближе. Прямо вот. По ситуации четко. Видит все очень четко, реагирует. Дестабилизаторами тяжело такой пуш выиграть. Такое мясо Зерговское на крипе. А кликовой темой нужно выигрывать. Какими-то архонами, я не знаю. Может быть штормом. Какой шторм двух бас. Не выиграть это все дело стабилизаторами. Там попадать некуда. Линги уже окружили. Они уже неплохо бьют роучий. Да, можно снять как-то там побыстрее. Ну, ХЗ как снять. Так, что-то не Рево сейчас с Сианом. Но я что-то не вижу Рево. А вот идет Рево. Говорит Арчер. Здорово, Кей. Я с тобой уже здоровался. Даже думал, что ты здесь. Ты, видимо, был не здесь. Ну что, Рево против ЦАНа. Последняя игра. Посмотрим, что из этого получится. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... 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 достаточно много здесь. Заходят реводжи. Фаерболы где? Фаерболы пошли. Оп, две сен, три минуты. Неплохо. Ну что, Фениксы прилетают? Ему ничего сделать не могут. 1-0 лево. Хороший пуст продемонстрировал. Уже даже два роба, два эмофа здесь не помогут, я так полагаю. А здесь Фаерболы так кидать кривенько, то может получиться. Зачем, привет котики, зачем скорость атаки? Они и так двух ударов убивают. А зачем? Зачем лингам скорость атаки? У них и так 0.5, зачем им адреналин вообще? И демидж пятерка. Нахрен мне нужен. Так, падает все в итоге здесь. На третьей базе. Но китаец наверху на хайграунде пока живет. И между прочим, не все так просто. Нужно что-то делать. Нужно какой-то лейр делать, спайр, может быть, я не знаю. Рево не получилось продавить, но отступать сейчас тоже как-то, мне кажется, рановато. Почему фаерболами какими-то не покидаться? Ведь филды сейчас не работают. Хотя нет, здесь хоть юнитов и не так много, но и у Мортал вместе с центрями и с зелками там фаршмак хорош ему устроить. еще пока не ГГ, но преимущество хоть как. Здесь есть тюрема. Ну что-то тут прилетают фениксы и начинаются проблемы. Начинают оверы терпеть. Начинают все терпеть. Здесь фениксы летят, крыльевы почему-то их сбить не могут. Так, нужно больше овера заказать. Саплайвлок уже попер. 10 дронов минус. Крип, правда, рядом. Надо криптуморов побольше здесь было впилить, чтобы моментально вернуться к процессу, если он захочет опять на базу выходить. Так, 1-1 грейды делаются. Это очень важно. Это будет закрепление преимущества, естественно. еще минус овера. И инфестейшн пошел. На ультравах выходить здесь прохлада. Здесь вот что-то такое надо, типа, я не знаю, вайпера гидры какой-то. Потому что ультрава против ультравов, пока здесь и Морталов много. Бегают. Тут Линги рядом, Морфид, Саувер, Сир. Королевы тоже недалеко находятся. 10 дронов еще Ревы строят. На Мэйне под споркой две королевы стоят. 133-128. Рабочих больше. Боевой близко элемент. Правда, грейдов у китайца нету вообще никаких. У Ревчика хайф пошел. Хайф хайвам, но тут, не знаю, может инфесторов, чтобы фениксов поймать в конце-то концов. Они бемоджены, но они сверхэффективные все равно. Смотрите, что эти фениксы творят. Три дрона как с куста. Одного Реву минус. Ну, здесь спорки нет на третий. На четвертый. Опять дроны падают. Хуже дронов погибло. 27. Ну, не так много. 17 еще Ревы заказ. 2-2 грейды милишные. Хотя, за счет экономики более сильной, намного более сильной, в принципе, можно и ультрала выйти попробовать. Вот ошибка, конечно, было бы у китайца с грейдами получше. А так, нулевый вообще, нулевый проц против 2-2 милишных уже не. Это, конечно, все печально. Вот почему спорку здесь не запилить уже давным-давно, я не знаю. Б. Спорка так и не запиливается. Энергию всю в мясо тратит просто. Потери уже сейчас больше у Ревы стали. Это все фениксы, реально. Все. Ревы чисто атакой жестко так вот демиджи нанес. А тут больше, наверное, 70% фениксы наубивали. Ну что, ультралис керн, 2-2 грейды, здесь что-то оверы летают. Сюда-сюда спорок побольше не мешало бы добавить, пока не добавляются. Спайер Рева делает ультралис кеверн. Ну, сейчас ультралы будут до 200 заказаны. И, конечно же, нужно идти будет сюда, вперед. Что, нету обсервера, что ли? Обсервер есть, вот крип рядом. И что-то китайцы никак даже не реагируют. Очень странно, что. Линги пришли. Ё-моё, посмотрите, 15 королев. У большинства из них полная энергия. Ультралы просто бессмертные будут, если контролить нормально. Но прилетает чертов дроп. И сейчас ультралы будут без уникального армора. А это будет печалька полная. А они будут без уникального армора. Хотя часть делков на лингов согрелась. Это неприятно. Но ультралис керн все-таки падает. Приятного здесь мало. И Рева не заказывает в итоге ультралов. Рева заказывает 10 коррапторов. И будут это бруды. Бруды это очень интересно, занимательно. Но пока сейчас фаер доделается. Пока туда-сюда. Плюс здесь по воздуху есть фениксы. От которых нужно брудов прикрыть обязательно. Линги пытаются забежать. Нет, забежать не получится. Вторая атака делается. Что Рева ресурсов много. 3-3 надо делать в такой ситуации. 3-3 пока не делает. У лимиту что-то просел сейчас. Парасит, мэн, зелками опять же. Пытается и принимает призму. Наконец-то Рева призму поймал. Так, здесь еще несколько дронов. 8 дронов погибает. А, здесь вот на этой базе. Потому что еще зелки их неплохо убивают. И нужно... Так, а чем убивать-то все это? Спайр не готов. Греть спайр 2 секунды. Секунда зелков отбивает. Где бруды? Поперли бруды. 11 сразу у Рева брудов. Китай что-то походил. Пятый узелками сейчас вырубит. Нужно лингов подвести сюда. Лингов пока не подводит. 12 брудов это сильно. Королева есть. Но что-то по лимиту-то ровно уже сейчас как-то стала неприятная такая ситуация. Но 12 брудов зарешают. Вот они доделываются. Хат 4 падает. Королева здесь. Отходит Рева назад. Бруды выходят. Хайп минус сейчас будет моментально. Филд-то один есть. Но один филд не зарешает. Все. Бруды неплохо. Наваливает. Пайпер вперед летят. Зеленку может хотя бы кинуть. Зеленку кинул хотя бы Рева. Ой. Морклы как роучи. Разваливает неплохо. Королева поднимается. Трансфюзы едут. Новые-новые. Брудов слишком много. По лимиту Рева кстати просел. Но хайп убить не получилось. И брудов нечем убивать. Вот в чем проблема. Китайцы сейчас. Циана. Выходит Рева вперед. Нужно идти и сразу же убивать. Сразу же в минус его в расход пускать. Иначе сейчас отстроят с темпистов. Отстроят там всяких юнитов. Которые будут принимать. Но точно не надо гоняться всей этой хренью за зелками. С теми штуками. Линги побежали. Королевку отойдут. Но это F2 просто. А клик называется похоже. Кстати могу же я поставить контрола. А нет. Контрол один есть. Вот он. Да. Все в первом контроле. Во втором 4 королева. Груды приходят. Начинают стрелять. Релочки делаются. Здесь на мэне с призмой на второй. Силки Циана. Но все таки Ревчик идет. Я думаю грудов уже не отбить. Грудов уже не отбить будет китайцы. Это очень хорошо. Нет. Сус минус. Грелки есть. Нужно отойти из-под грелок под королев. Просто и все. Прям сус на груда пошел. Все в порядке. Дома лингами отбился. Лингов нужно подводить. Да и даже 4. Даже 6 грелок. И даже 8 грелок здесь не спасли бы. Посмотрите что здесь за хрень. Королевы. Без атаки они эти королевы. Может быть, я не знаю. Темпы с тобой спасли бы. Тоже не помогли бы вообще. Грелки на разогрев. Пытается брудов подрезать. Кораптеры здесь есть. Кораптеров тоже тяжело подрезать. Бруды трансьюзятся. Г-г-г. Пишется, а. 1-0. Все-таки 1-0. Но напряженно. Продолжение следует. Так, релакс. Следующая карта. Продолжение следует. Рива смотрит реплей. Ждем его. Спрашиваю о готовности. Поехали. Ну что, 1-0. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 По поводу свармхостов Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 с двух таргектов пениксов строит у нас пропс, это может подрешать, что-то рево еще 10 лингов добавляет сейчас, боится видимо какого-то выхода, а выхода нет, не планируется плюс 3 королевы строятся, ну на этой карте тоже ровничьи королевы реводжера линги можно куш делать, но на кросс респах это будет очень далеко будет очень напряжно, хотя если крип распространять быстро, то можно попытаться и таким пушем проатаковать плита от феникса, криптумары нужно наверх направлять, уже давно они в кдшечке, можно, можно посылать дальше, 7 дронов еще, королева все новое, ну выходит 6 есть 3 строятся, 9, да это абсолютно точно пуш будет к пропсу, но здесь-то рампа, здесь-то хай граунд овер минус понимает ли китай что происходит, хороший вопрос видит много королев, проучи выходят, сейчас если поймет, например, ну хотя дуршайна не сне заказать твой этот, а нет. Три дрона, здесь минус. Еще три королевы строятся. Криптумары. Медленно Рева криптумары вперед распространяет. Он уже где-то вот здесь за Ксилнагой мог бы быть. Я уверен, что много времени потерял. Но тут есть что поконтролить в любом случае ему. И вот уже выход пошел. Тут Фениксы мимо пролетают. Ну, кстати, вот от этого крипа из центра тут не так уж далеко двигаться. Допротся. Что Рева и пытается сделать. В итоге додвигаться до него на 20 лимита. он в плюсе. 104.86. Чем-то похоже на ситуацию из прошлой игры. Ресурсов много нужно дозаказываться. 20 лингов дозаказывается. Часть лингов забегает. Ну, блин, тут есть очень много Ага. Здесь есть стенка и филды. Но Рева предпочитает зайти через через камни. С эти реводзеры, вот им не страшны вот эти хрени. Нужно просто запоминать, где они ставятся. Туда фаербулы в пару кинул. Все, минус. Статисная ловушка, например. Если Рева не заметил и сейчас семя ворвется, он может просто развалиться на этой статисной ловушке. Взрыв номер один. Взрыв номер два. Все, больше ловушек здесь нет. Пора заходить. Филды надо сбивать фаербулами. Реводзеры новой морфидзера. 28 лингов. 142, 94 по лимиту. Два роба. Роба позднее. На рампу Рева хочет пойти. Или куда Рева хочет пойти? Никуда Рева не хочет пойти. Провальная сейчас контроль. Не затрансьюзил Реводзера. Можно было успеть это сделать. Ну, где-то до заказ там дома, видимо, был. Поэтому это еще ладно. Так, более-менее законтролил. Сейчас я не понял, больше своих лингов Рева убил или чужих юнитов фаербулами, по-моему, своих лингов. Там больше погибло. Так, ну, давит, давит Реводзеры. Королева. Юнитов много. Трансьюзеры хорошие. Вот сейчас хорошие, там, смотрите, Реводзеры. Неубиваемый Реводзер называется. Сколько он дэмеджа получил. Такие статистики нужно в игре. На самом деле, откуда-то брать такую статистику. Прикольно увидеть, там, тут юнит, который дэмеджа максимум получил, там, и т.д. Там, наверное, тысячонка дэмеджа вошла в Реводзера в одного. Линги заходят, Королева заходит, Роучи заходят, сзади подходят, точнее, в нюшку Королевы новые идут. И, несмотря на то, что Китай здесь держался некоторое время, всё-таки начальное преимущество, и вот этот пуш подрешали в итоге. Фаербулы по делкам помогают, Королевы в нюшку справляются. Трансьюзер новых сейчас не вижу, но Феникса что-то начинают разрывать. Если пушка как-то не пройдёт, то печально у Ревы всё будет. Почему? Потому что экономика одинаковая, технологий нет, а просто с тремя базами, с три базы Зерга. Естественно, это непорядок. Так. Пробки пошли вперёд, линги нужны в дотекании. Вот, чай сейчас немножечко лингов прибежит. Трансьюзер кончается, по нюшку 69-130, и, судя по всему, Сан своих 50 долларов не получит, потому что их получит Рева. Но, к сожалению, вот, блин, китайцы бы не опоздали, играл бы Рева первый, может быть, плюс мораль бы была бы, да, как бы. Ему могли бы Архон по-другому отыграть, Тёп могли бы по-другому отыграть. В итоге Рева Блай очки приносит в соло-играх. Архон, Рева Блай слили. Вердос и Спелтсингер, к сожалению, проиграли. Спелтсингер очень прям близок был к победе над его оппонентом. Но чуточек не хватило, но у Вердоса сильнейший, наверное, китайский игрок на данный момент был. Поэтому не получилось затащить. Паербулы падают. Экономики нет, все тоулы им, даже лэйра нет. В процессе этого пуша я на месте Ревчика ВР бы делал ресурсов до хрена. Почему вдруг какой-нибудь шальной даркшрайн отстроится, и дарки сейчас могут просто расфоршмачить. Единственное, что их может убить в этом миксе, так это фаербулы реводжеров. Так, ну что, будет Рева дожимать? Ну если дожимать, то точно не через этот проход. Вот нужно обойти вот к этой рампе, и все. У Версира нет, ни хрена, ни четвертая хат пошла. Можно... С фаер выходить я смысла не вижу. Рева не хочет дать третью, на третью спуститься. Процсу особо не собирается на третью, насколько я понимаю, спускаться. Тронфюзы по королеве. Пошли, линги забегают. Феникса здесь тоже. Фениксом Рева наваливает. Линги идут вперед. Реводжеры наверх идут. Фаербулы пошли, неплохие фаербулы, имморталы падают. Все падает. Реводжеры живут, лингов просто миллиарды здесь какие-то непонятные. Точнее, очень даже понятные миллиарды лингов, их очень много. А Ракул демеджем пытается что-то делать. ГГ, Рева 2.0. Ну что, Рева молодец. Что и говорить. Так, делаю стоп-старт. Стоп-старт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова.